МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Им еще долго гнать велосипед. В Иркутск прибыли участники самой протяженной велогонки. Все подробности в нашем выпуске. Сегодня в программе «Середина земли» работа для школьников. 165 тысяч подростков за 25 лет своей деятельности трудоустроил Забайкальский центр занятости. «Середина земли» выпуск программы в столице Бурятии. Мы приветствуем зрителей. Начинаем с новостей Иркутской области. В студии Александра Кошурникова. Здравствуйте. В Иркутской области в этом году будут отремонтированы на 250 километров автодорог. Работы ведутся на всех федеральных трассах, проходящих через наш регион. Самые масштабные на участке от Иркутска до Красноярска. Там не только кладут новый асфальт, но и приводят в порядок стратегические объекты. Например, мосты. В будний день автомобильная пробка в Усольском районе растянулась на несколько километров. Трасса состоит от Беликтуя до железнодорожника. Причина – ремонт моста через железнодорожные пути. Часы ожидания. Каждый убивает, как умеет. Многие пробуют себя в кинодокументалистике. Вот такая вот у нас пробка на московском тракте. Много километровая. Наверное, километр три уже точно стоим. Реконструкция моста в Усольском районе началась в мае этого года. Завершится в октябре. Организовать движение в обе стороны нет технической возможности. Предусмотрен объезд через поселок Большая Елань. В последнее время водители, несмотря на лишние километры, стали чаще пользоваться запасным путем, отмечают в управлении дорог Привайкалия. За ситуацией на ремонтном участке специалисты службы наблюдают круглосуточно. На этих мониторах вся картина, как на ладони. Путепровод через железную дорогу – один из объектов масштабной реконструкции трассы Новосибирск-Красноярск-Иркутск. В этом году магистраль ремонтируется особенно активно. Приводят в порядок капитальные строения, кладут асфальт. 17 километров дороги отремонтируют в Заларинском районе. 5 километров в Тулунском. Кроме того, осенью в эксплуатацию будет сдан мост на другой автотрассе Р-258 «Байкал». Мы планируем ввести в этом году путепровод через ВСЖД. Это в районе Култука. 96-й километр там сейчас заканчивается. Работы по бетонированию плиты, проезжей части на путепроводе. Наверное, планируем где-то в сентябре-ктябре открыть рабочее движение уже по новому путепроводу. Работы также ведутся на севере области. 100 километров будут сданы на участке от Тулуна до Усть-Кута. Продолжается реконструкция мостов. Всего же в этом году в Иркутской области будет отремонтировано 250 километров дорог. Татьяна Веретина, Александр Барановский. Середина земли. Иркутская область. Малая медведица. Четырехмесячного медвежонка нашел на свалке в Нижне-Илимском районе местный житель. Пожалел и взял домой. Как сложилась дальнейшая судьба, найденыша об этом далее. После обеденный десерт сотрудники приюта «Хатика» говорят, четырехмесячная Маша здесь живет, не сказать, чтобы как дома, но очень хорошо. Для новенькой были созданы все условия. И она быстро освоилась. Ее нашли в поселке Березняки. Это Нижне-Илимский район. На свалке. Местный егерь, который обнаружил медвежонка, трое суток сидел в засаде. Ждал, не появится ли мать. Но медведица так и не пришла. Пусть будущего хищника, но пока маленького и, судя по всему, осиротевшего детеныша бросить не смог. Он забрал медвежонка где-то в месячном возрасте домой. Выкармливали, выкармливали всем поселком, кто молоко приносил. Вообще люди хорошо поддерживали очень его. Вышли на нас. Мы решали вопрос по пристройству его. Сейчас решается судьба по пристройству медвежонка. Так как его держать там уже в доме нельзя было, пришлось забрать его сюда, к нам, в Ситилиум. С транспортом помогли односельчане. Так Маша оказалась в приюте «Хатика». И уже здесь начали решать ее судьбу. Сначала сотрудники обзвонили все реабилитационные центры, где занимаются адаптацией медвежат. Машу никуда не взяли. Во-первых, слишком взрослая. Во-вторых, привычная к людям. Значит, в дикой природе уже вряд ли выживет. Поэтому после вакцинации молодая медведица отправится в Москву, в приют благотворительного фонда БИМ. Именно его работники в свое время спасали брошенных в кеуле собак. Машиными соседями будут не только собаки и кошки, но и другие медведи, а еще лось и лев. Дай скорее! Дай скорее! Галина Тюрнева, Светлана Шеребкова. Середина земли. Иркутская область. Любимый Иркутск. Середина. Транссибириен. Участники самой протяженной ультрамарафонской велогонки прибыли в столицу Восточной Сибири. Десять профессиональных велогонщиков из России, Австрии, Франции, Бразилии и Таиланда продолжают маршрут протяженностью 9200 километров. Слово Виталию Шахназарова. Позади Нижний Новгород, Казань, Пернь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск и Красноярск. Иркутск – 9-й пункт маршрута. Велосипеды в сторону и пешком. Знакомиться с городом. На это у участников велогонки есть ровно день. Жесткий график, необходимые условия. Так же, как и жесткий предварительный отбор. Мы потом посмотрим резюме, посмотрим, что они раньше сделали. И решим, да или нет. Потому что мы не можем снять все любители, которые думают, ой, супер туристический проект по России. Это невозможно. Это должны быть столько сильные-сильные спортсмены. И, как видно, уже три человека соло уже не закончат гонку. В пути важно правильно питаться. А ехать порой приходится по бездорожью, где, естественно, никаких столовых нет. А если есть столовые, то не всегда есть время. Из-за дистанции, даже если пропустишь полчаса, час не поев, энергия просто закончится. И потом очень сложно восстановиться, прийти обратно в форму. Поэтому, фактически, мы все время, когда едем, это едим. То есть 15, 20, 30 минут, постоянно надо что-то в себя забрасывать. Иностранные участники гонки удивили, одобрив иркутские дороги. И, по их мнению, в сравнении с дорогами других российских городов и регионов, это очень даже ничего. Лучше, например, чем на этапе Тюмень-Омск, где с дистанции не выдержав, сошли сразу три гонщика. Что касается российских дорог, то у них бывает два состояния. Либо они в идеальном состоянии, либо есть такое ощущение, что их нет вообще. Вот второй вариант встречается довольно редко. Это небольшие, непротяженные участки по нескольку километров. Но они бывают. Лично моя точка зрения, что это хорошо для гонщиков, потому что, когда ты долгое время едешь по идеальной дороге, голова перестаёт думать. Ты теряешь концентрацию и забываешь обо всём. Следующий пункт в маршрутном листе – Улан-Удэ. Затем Чита, Свободный и Хабаровск. Финиш 28 июля во Владивостоке. Виталий Шахназаров, Александр Барановский, Середина земли, Иркутская область. Такими были новости Иркутской области в программе «Середина земли». Спасибо за внимание. Но сейчас выпуск продолжают наши коллеги из Читы. Они уже на связи. Здравствуйте. На каких событиях Забайкалье расскажете в этом выпуске. Здравствуйте, коллега. В международной программе «Середина земли» очередь новостей Забайкальского края в студии Татьяна Салихова. В 165 тысяч подростков удалось устроить за 25 лет работы Забайкальскому центру занятости на летний период. С каждым разом желающих становится все больше. Только в этом году трудовые резервы составят более 4 тысяч человек. Где и как работают школьники – узнаем далее. Почувствовать себя взрослыми и независимыми – основная мотивация ребят, которые устраиваются на работу в период летних каникул. Они пробуют себя в компьютерном деле, облагораживании территории, реставрации памятников, цветоводстве и овощеводстве. У них есть трудовая книжка, уже идут отчисления в пенсионный фонд. На станции юных натуралистов, правда, впервые ввели заработную плату. До этого на приусадебном участке работали кружковцы на добровольных началах. Что ты тут больше всего любишь делать? В основном что-нибудь скапывать, ну и рубить тоже деревья. Тяжело зарабатывать деньги? Нет, не тяжело. Здесь можно заработать для начала. Раньше думала, взрослые так работают легко, а сейчас сама поняла, что это сложно. Ну а часто вообще помогаешь там своим родителям? Да, конечно. Что делаешь? Ну тоже у нас огород, есть дача, тоже там полем, копаем и так далее. То есть на тебя это не в новинку, да, работать? Нет, это на меня не в новинку. Я с 8 лет на огороде, на даче. На участке почти гектар. Работы хватает всем. Трудовой период 10 дней. Смены, как в лагере, начинаются с 1 июня. Все, что выращивают, реализуют. Желание, в общем-то, у них одно. И тогда и сейчас. Работать с землей, работать с растениями, с животными. Но дети, конечно, немножко другие стали. Когда мы только здесь начинали, у нас были задания от совхозов. Мы работали на сортоиспытания. КУЗику тут выращивали сортоиспытания, проводили по заданию сельскохозяйственных наших учреждений. Сейчас мы работаем в основном для себя и со своими интересами. Больше идем уже в исследовательскую деятельность. Рабочий день, как правило, не превышает 4 часов. Работодатель платит за фактически отработанное время. В день здесь удается получить до 360 рублей, говорят ребята. Плюс к этому добавляется материальная помощь, которую предоставляет сам Центр занятости. Чуть более тысячи рублей. Всего же краевой бюджет выделил 3,5 миллиона рублей на поддержку трудящейся молодежи. Проблемой при трудоустройстве несовершеннолетних ребят остается ограниченный круг работодателей. В связи с ограничением финансирования в текущем году и прошлые годы для службы занятости Забайкальского края основной задачей является привлечение социальных партнеров, привлечение работодателей, так как основными работодателями до сих пор остаются администрации школ, администрации сельских поселений, учреждения здравоохранения и культуры. В связи с этим, а также с ограниченным финансированием, еще две тысячи школьников не смогли оказаться в рядах трудящихся. В дальнейшем спрос и предложение на рынке, возможно, удастся уравновесить. Яна Киршова, Сергей Миртов, Середина земли, Забайкальский край. В июле в России традиционно проходят мероприятия, продолжающие тему семьи, любви и верности, заданную одноименным праздником. Во многих городах организуют социальные акции, связанные с темой этики и психологии семейной жизни. В их числе акция «Подари мне жизнь». В шестой раз ее принимают в Забайкальском краевом перинатальном центре, гостями которого стали несколько десятков пар, ожидающих прибавления в семье. Статистика абортов, разводов и случаев отказа от собственных детей в нашей стране пугающая. Россия плотно занимает первые места по всем этим печальным показателям. Актуальна эта проблема и для Забайкалья, где в среднем только один из трех семейных союзов не разваливается после пяти лет брака. За прошедший год 34 новорожденных были оставлены в роддомах и бэби-боксах. Было произведено более 8 тысяч абортов, в среднем 48 случаев прерывания беременности на 100 родившихся малышей. По словам специалистов краевого перинатального центра, при работе в первую очередь внимание стараются уделить подрастающему поколению. Профилактику абортов мы на сегодняшний день начинаем с подростками. Проводится летняя оздоровительная кампания, мы выезжаем в летние лагеря и ребятам 15-летнего возраста и старше рассказываем о том, что аборт это плохо, осложнение абортов. Самое главное это то поколение, к которому мы должны начинать это все рассказывать. Акцию «Подари мне жизнь» проводят здесь уже в шестой раз, то есть с самого момента основания. И каждый раз для женщин, наблюдающихся здесь, это становится пусть небольшим, но трогательным праздником перед самым главным торжеством в жизни. Многие ждут сейчас своего первенца. Всегда мечтаю, когда первый раз так обниму ребенка, вот жду, ну еще что сказать, вообще радуюсь, конечно. В вашей жизни свершилось чудо. Сегодня вы готовите подарить миру новую жизнь. И несмотря на то, что это еще крошечный, но это уже человек, у него есть свой характер, у него есть своя внешность. И, возможно, у этого ребенка будут ваши глаза, возможно, будет ваша походка. Возможно, в будущем этот ребенок станет Нобелевским лауреатом или знаменитым поэтом, композитором, писателем или изобретателем. И сегодня вот именно от вас зависит то, как встретит его мир. В завершении акции всем будущей мамы раздали воздушные шары и ручки, чтобы каждая могла написать имя своего будущего малыша. А затем запустить шар в небо. Отпуская его, мама загадывает свое заветное желание, которое несложно предугадать. Здоровье и счастье будущему малышу. Атома Тушевский, Анатолий Тюльнев. Середина земли. Забайкальский край. Российско-китайские отношения. Хронология важнейших событий. Так называется интерактивный проект, который будет запущен к 15-летней годовщине с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР. Мультимедийная энциклопедия на китайском языке расскажет об основных периодах развития отношений между двумя странами. Проект реализуется в рамках перекрестных годов СМИ России и Китая. Далее передаем слово коллегам из Пекина. Здравствуйте. О чем расскажете в этом выпуске. Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем в студии Сен-Джунань. Пока власти Китая борются с последствиями наводнений на рынках страны, растут цены на овощи. Подорожали все сорта. В некоторых провинциях даже с наценкой их не везде купишь. Во многих ресторанах нет блюд из овощей. Несмотря на это, эксперты призывают местных жителей не паниковать и уверяют, что ситуация нормализуется уже в ближайшее время. Проливные дожди в 11 провинциях Китая нанесли большой урон аграрному сектору страны. Затопленные пахотные поля, портятся овощи и фрукты. Фермеры подсчитывают убытки. Экономисты прогнозируют рост цен на сельхозпродукцию. Сейчас недостаточно овощей. Обычно мы собираем больше 10 тысяч килограммов, а сейчас только 5 тысяч. На рынках цены на многие овощи выросли на 20%. В критической ситуации уезд Маян провинции Хунань. Более 400 фермеров понесли убытки от ненасти. Местные власти призывают не опускать руки и собирать сохранившийся урожай на продажу. Нам удалось спасти чеснок 1500 килограммов и лук около 500 килограммов. В городе Ухань провинции Хубей средние цены на 20 видов овощей за неделю повысились на 24%. По мнению специалистов, колебание цен на овощи является краткосрочным явлением и на экономическую ситуацию Китая не окажет сильного влияния. По последним данным, индекс потребительских цен за июль в общем сохраняет стабильность. Несмотря на снижение производства продуктов питания из-за наводнения, государство будет стараться балансировать инфляцию. В Китае многие годы клиенты отдают предпочтение иностранным винам, даже несмотря на завышенные цены. Местные производители благородного напитка в попытке доказать свое качество и стоимость своей продукции приравнивали к импортной. Ценовая ситуация на рынке изменилась, когда маркетологи почувствовали интерес покупателей к отечественному вину. Подробнее материали далее. Предположение о том, что иностранные вина превосходят отечественные, начинает меняться. Этот факт подтверждает результаты дегустации вин в Шанхае. На суть жюри представили около 150 видов китайских вин, а также 650 импортных. И достаточное количество высших наград досталось игрокам именно местного рынка. Организаторы отметили прогресс не только в качестве, но и новые подходы ценовой стратегии. Я думаю, что все отметили падение цен на китайские вина. Производители осознали, что иначе их продукция не будет пользоваться спросом. Прежде они думали, чем дороже, тем лучше, мол, высокая цена будет выглядеть достойнее. Сейчас же клиент более подкован, поэтому он больше не клюнет на это. Сегодня мы видим действительно много вин хорошего качества. Я для себя отметила некоторые виды розе стоимостью всего 65 юаней. Это прекрасно. Цена идеально подходит рынку. Одной из причин, по которой китайские вина стали доступнее, тенденция от иностранных производителей в сфере ценовой политики. Они обнаружили, что прибыль при сокращении цен растет. В прошлом году Китай импортировал 554 миллиона литров вина. А это на 45% больше в сравнении с показателями 2014 года. А средняя цена составила всего 3,67 долларов за литр, что на 7,3% менее, чем годом ранее. Многие компании переосмыслили и свои маркетинговые стратегии. И теперь они ставят задачу расширить географию продаж не только внутри страны, но и завоевать сердца иностранных гурманов. Я уверен, что мы найдем пучный мировой рынок, но справа начнем с продаж в Азии. Наша компания владеет международной сетью уже более 20 лет. И именно ее я планирую использовать для продвижения своих вин. Чувствую, у нас все получится. В Китае в настоящее время девятый по величине производитель вина в мире. В конце прошлого года в стране насчитывалось более 750 винных заводов. Крупнейшие на северо-западе. Именно там самые благоприятные климатические условия для этой ягоды, вкус которой обязательно должны оценить любители вина. Юлия Александрова, СиСи ТиВи. У меня на этом все. Друзья, вытекли на следующих выпусках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok